Ну, погода мне уже нравится. Главное, чтобы орел улыбнулся. Спасибо, спасибо. Навешали цветов. Хорошо, что они не люлей навешали. Боже, пахнут так приятно сходу. Привет-привет, это Орел и Решка. И сегодня мы на одном из самых дорогих курортов в мире. Мы на Маврикии. Я, честно говоря, ума не приложу. Как здесь порядка 100 долларов? Ты пока приложи ум, а я подброшу монетку. Орел. Решка. Подумала? Да. Нееет! Целую тебя. Удачи. Держи. Отложи двадцатку. Ну, мало ли не уложить бюджет. Честно, не могу. Только золотая карта в кармане. Только золотая карта в кармане. Маврикии – маленький курортный остров в западной части Индийского океана. Африканская жемчужина. Желанная мечта всех богачей. Что же тут такого особенного? Ну, Маврикии, удиви нас! ВЕРТОЛЁТ ВЕРТОЛЁТ всем рекомендую но сперва я полетаю над маврикии в отличие от коле мне не так часто выпадает золотая карта ну что ж буду восстанавливать вселенскую справедливость и отрываться по поводу такой же нацепа вылетает маврикии это маленький остров 60 квадратных километров на 40 и все что мы видим вот эти огромные холмы и горы и бугры это верхушки потухших вулканов так как маврикии остров небольшой хочется увидеть его полностью поэтому я решил взять на прокат машину убью сразу двух зайцев и сэкономлю на жилье все-таки удобная вещь интернет не отходя от аэропорта могу найти себе машину в аренду тем более что бронировать машину через интернет даже дешевле чем в офисах проката вот отлично вообще самое приятное что никуда не нужно идти я здесь побуду полчасика меня привезут машину ну вот прямо к скамейке вот так и не скажешь что маврикий это африка вместо песчаных барханов здесь густые тропические леса вместо пустынь живописные водопады а испепеляющая жара отступает с мгновением освежающего океанского бриза с а с этой высоты маврики похож на большой качан капусты хочется его даже съесть за маврикии закрепился статус элитного курорта поговаривают власти страны неохотно развивают массовый туризм а продвигают только индивидуальные туры по высшему разряду поэтому неудивительно что остров облюбовали самые богатые и знаменитые маврикии предпочитают катрин денёв жерар депардье кайли минул и холостой принц гарри кстати виллы здесь в среднем стоит миллион евро в общем рай для тех кто привык запаху больших денег а вон там уже виднеется мой отель с полоской белоснежного пляжа и лазурного океана а яс файл файл о кул яс а вареквы итак пару формальности и у меня своя тачка на маврикии со из майка она же маленькая она же красная она же женская но скажу я вам как для самой дешевой машины в прокате очень сносный вариант 30 баксов в день и у меня полная свобода передвижения самое приятное что не придется таскать с собой все время этот рюкзак а взять в прокат машину на маврикии очень просто все что нужно права международного образца и хотя бы год водительского стажа движение на острове левостороннее чтобы с этим свыкнуться нужно время а с какой стороны у меня баг так ну и почем тут бензин один литр пятьдесят две рупии это это почти два доллара следовательно ого нет вот это чувство когда ты по-настоящему рад своей малолитражки литров 15 надеюсь хватит пятьдесят две рупии за литр бензина с такими ценами кондиционер мне не по карману слава богу хоть окна открываются поезжу так на маврикии почти нет вертолетных площадок поэтому все вертолеты приземляются на боре для гольфа я остановлюсь в одном из лучших отелей маврики с таким сладким названием лакс лиморне в этой гостинице всех виопи гостей встречают национальным маврикийским танцем сега такие красивые приятные здравствуйте добро пожаловать в люкс лимон очень приятно так сходу боже мой и русская речь мне уже у вас нравится если честно очень вкусный коктейль а теперь пожалуйста порадуйте меня вашими лучшими апартаментами Лила, трестиж вас устроит? устроит хочу пожалуйста готово пошла весь отель утопает в зелени но как же тут красиво огромные тенистые пальмы маленькие уютные бунгало и кристально прозрачный океан все это погружает в атмосферу летней неги и релакса мое отель славится услужливым сервисом и кучей сюрпризов для постояльцев и традиционно гостей встречают бутылкой шампанского но для этого я должна ее открыть сама вот этой саблей вот этой саблей холодное оружие ага ну все понятно нужно пробовать ну а теперь главное отбить горлышко у бутылки а не перерезать кому-нибудь горло нет раз два три а раз два три ууууууууууууууун ничего себе отпало горлышко как ровненько По-моему, отличное начало выходных. А теперь осматривать апартаменты. А вот и мое персональное бунгало. Ой, сразу маленькие приятности. Кубника в шоколаде. Верх моя жизнь. М-м-м, здравствуй, Дуал. А тут хорошо. Ой, как хорошо. Ну а что особенно приятно, к моей шикарной виле прилагается огромный индийский океан. Осматривать остров я начну со столицы Маврикия. Порт Луи. Порт Луи вот так вообще не определишь, где находишься. Кажется, будто попадаешь в Индию или Бангладеш. Но уж точно не в африканскую страну. Все жители Маврикия довольно образованные люди. В школе они изучают французский и английский. Также большинство говорит на немецком, ну и само собой креольском. Здоров, пацаны. Бонжур. Гуден так. Гуд монинг. Я ж говорил. Я ж говорил. Маврикия. Маврикия. Молится своим богам. И все вполне мирно уживаются. Маврикия. Маврикия. Самая богатая африканская страна. И хотя в его столице нет привычного для нас шика и роскоши, этот город приятно удивляет. Здесь широкие проспекты, много бизнес-центров и красивых колониальных домов. А таких прикольных арт-инсталляций порой не найдешь даже в Европе. Порт Луи это совсем другая Африка. Не та обшарпанная грязная, которую мы себе представляем. Здесь вполне симпатичные дома, чистые улицы и нет запаха бедности. Хотя вы знаете, чуть-чуть есть. А, это от меня. Окей. Для богачей с золотой картой на Маврикии много необычных развлечений. Но, пожалуй, самое захватывающее находится здесь, в Касселло-парке. Здесь очень необычный зоопарк. Мало того, что ты можешь вот так вот пройтись мимо павлина, так ты еще можешь погулять вместе с львами. И на такое отважится не каждый турист. Привет! Привет! Меня зовут Реджина. Привет! Дарья, рады вас познакомиться, мадам. Здравствуйте. Я буду в гостях. Все, пожалуйста. Итак, сначала, нужно это с вами. Это очень простая. Почему? Это означает вот так. Что это? И стекло, которое мы используем, когда мы были дети. Это означает что они используются. Что они уважают. Что они уважают. Что, что, вы знаете, что ты делаешь часть своей семьи. Это причина, что у тебя есть стекло. Алифин, ты готов? Да. Да. Хорошо. Попробуем расслабиться. Мы идем в склетку ко львам. Та-да-да-дам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА one Субтитры сделал DimaTorzok Один из них, тот, который поменьше 150 килограмм, а вот этот белый очень редкий лев 250 килограмм. Так что если такая тушка захочет с тобой вдруг поиграть, исход, ну вы сами знаете. Они очень молодые, им по два года. И вот этот белый лев, он очень редкий. Их всего 15 тысяч во всем мире. Всего-то. И он будет гулять сегодня со мной. В дикой природе на Маврикии львы не водятся. Они живут только в этом заповеднике. Какие опасные, прямо жуть. Ну как же хочется их погладить. Ну хоть одним пальчиком. Шерсть, как у драного кота. Жесткая, как щетка. И сильно линяет. Я истеричка. Я плачу. Мой проводник предупредил. Хотя львы и ручные, заигрываться с ними очень опасно. Хищники не боятся людей и не упускают возможности напомнить, кто тут настоящий хозяин. Какими бы милыми ни оказались эти кошечки, никаких трепаний по голове, а уж тем более по морде. Иначе львята решат, что это игра. А вот здесь левчики играли. Это вот когти львов. Я говорю, это опасно, наверное, да? Они здесь очень агрессивны. Нет, говорит, гид мой, просто играли. Трудно с чем-то сравнить ощущения от такой прогулки. Нервы постоянно на пределе. Как подумаешь, что гуляешь с самым опасным хищником Африки. И эта туша в любой момент может запросто свернуть тебе шею. Адреналин зашкаливает. Это, пожалуй, круче, чем прыжок с парашютом. Как за поводок. Я иду с котом. Не гремайте, я гуляю с огромным котом в 250 килограмм. Все самое интересное на Маврикии находится за пределами столицы. Поэтому я не буду тратить время зря и отправлюсь колесить по острову. Только сперва заеду на старинный английский форт. Говорят, тут открывается лучший вид на Порт-Луи. Вау! Этот город не зря называется Порт-Луи. Вот видите, там... 200 рупий упали. 200 рупий! Это же 8 долларов! 8! 8 долларов! Ааа! Продолжаем развлекаться. А, нет, я не пойду. Я передумала. Да я не пойду, серьезно. Там видели, как высоко. Это жесть, я не мочу. Я не пойду, серьезно. Ты серьезно? Ты пойдешь, Костик? Мамочка родная, у меня трясутся сейчас колени. В Касселло-парке есть еще один аттракцион, от которого дух захватывает. И сейчас в прямом смысле слова. У меня нервные, я сейчас буду очень смеяться. Я сейчас буду просто, значит, я не уверена, подождите, но я не хочу еще. Я серьезно, у меня очень вспотели руки, я реально боюсь. Это зиплайн. Быстрый спуск на ту сторону ущелья по специальным металлическим тросам. Сейчас подо мной 200 метров бездны. Куда даун? Да я не хочу. Блин, я не знала, что я боюсь высоты. Я вроде ничего не боюсь, а высоты боюсь. Я не могу, я серьезно не могу. Я свои деньги в беде не брошу. Ну, в общем, остался я сегодня без ужина. В какой-то момент я действительно хотела отказаться. Но что я за тряпка, в конце концов? Потому что на это веселее. Качели! Качели! Вау, это так круто! Это просто невероятно! Почему я боялась? Почему я боялась? Это такая качелька! Оказывается, сиплайн — это старинное изобретение. 200 лет назад на этих штуках через каньоны или непроходимые тропики переправляли людей. А я гляжу, наши предки умели веселиться. На самом деле, столько адреналина, столько эндорфина сейчас в корабе и гормона радости. Просто хочется кричать, пищать. Ну, это доставляет большое удовольствие, я вам так скажу. Даже лучше, чем... Иногда даже лучше, чем секс. Маврикия славится удивительной природой. Густые тропики. Загадочные барханы шамарель, будто политые краской. И стройные водопады, впадающие в огромные кратеры потухших вулканов. Загадочные барханы, которые находятся в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Их производители тростникового сахара. Поэтому неудивительно, что тростниками засажено полострова. Вкусно. Такое ощущение, что ты ешь хорошо просахаренную траву. Просахарите траву, поешьте и поймете, что такое сахарный тростник. Класс. Неимоверно сладкое растение. Как и 400 лет назад, собирают его только вручную. Рубят тростник вот таким мачете, с огромной зазубриной. You can have a little break, rest, you can drink tea. I will work for you. Ааа, вааа. Он же весь в колючках. Очень мелкие колючки впиваются в кожу, как тонкие иголки. Я думаю, ринусь в бой с голыми руками. А об волосы? В то время, как рабы вкалывали на плантациях, белые господа, как и полагается, предавались развлечениям настоящих аристократов. Друзья, сейчас мы увидим самых богатых людей Маврикии. Колонизаторы очень любили лошадиные скачки. Сейчас это национальный вид спорта. Страсть, которая объединяет всех маврикийцев. Забеги проходят каждую неделю. И в честь такого грандиозного события на ипподроме собирается полостров. Внизу вход бесплатный. Там толпятся бедняки. Большинство приходит сюда в день зарплаты и ставят на лошадей все. Эмоции здесь всегда накаляются до предела. Ведь от того, чья лошадь победит, зависит, кто изрядно обогатится, а кто сегодня проиграет последнее. Здесь потрясающая атмосфера. Все люди болеют, делают ставки, такой кипыш, кричат, орут. А для VIP-персон отдельная лошадь. Это самая крутая ложа на ипподроме. Только вход сюда стоит на минуточку 250 долларов. Каждого VIP-гостя лично встречает хозяин и представляет высшему обществу. Именно здесь собирается весь бомонд Маврикии. Банкиры. Местные знаменитости. Жены сахарных магнатов. И даже мафиози. Кстати, особым шиком среди маврикийских богачей считается иметь собственную лошадь для забегов. Сколько денег вы потратите? 27 рублей каждый день. 8 тысяч максов, друзья. 8 тысяч. Вот так. Просто форфан, просто хобби. Перед забегом все богачи проходят в специальный внутренний двойник. В этой атмосфере такой колониальный шик. Тут почтенные дамы и серьезные мужчины осматривают лошадей, обсуждают жокеев и, наконец, определяются со ставками. Такие ставки больше на эмоциях. Я за рациональный подход к делу. Вот в таком журнальчике можно посмотреть, сколько у лошади есть шансов на выигрыш. Они обозначены подкованной. Ну что, кажется, я определилась. Была не была, пускай будет 200. Сейчас я поставила на лошадь номер 7. Всеми фибрами своей души я верю, что она победит. Ну что вам сказать. Хотя рабство на Маврикии отменили два века назад, на плантациях до сих пор пашут как проклятые. Друзья, это адский труд. Все работники приходят на поля в 5 утра, чтобы до Санцепёка успеть выполнить дневную норму. Мало срубить тростник. Его нужно собрать и дотащить на своем горбу в один общий ряд. И платят за такую работу ничтожно мало. За 17 долларов человек работает 6 часов в день, вырубывает 4 тонны тростника. И вы хотите сказать, что на Маврикии отменили рабство? Спасибо. Ты хороший человек. Прямо в зарослях тростника на Маврикии встречаются странные пещеры. Это старые часовни рабов. Их укладывали из вулканического туфа и тщательно скрывали от хозяев. Мне рассказали, что это место грело надеждой и восполняло силами целые поколения рабов. А каждый обездоленный мог помолиться тут своему богу. Я впервые слышу объяснение, настолько красивое объяснение тому, зачем зажигают свечи. Не из-за упокой, не из-за здравия, а чтобы было светло. И здесь уже каждый понимает, как хочет. Тем временем скачки вот-вот начнутся. Ну все, чем длиннее ожидания, тем больше мне кажется, что я поставила не на ту ношадь. Это ужасно, это ужасно. На самом деле это взрывает тебе мозги. Невзирая на то, богатый ты или бедный, когда начинаются скачки, все грани стираются. Я даже не представляю себе, как сильно волнуются те люди, которые стоят вот тут внизу. А ведь кто-то из них поставил пол своей зарплаты. На лошадь, которая, может быть, проиграет. Так-так-так. Кажется, я проигрываю. Прибежал третьим. Ну, значит, мне повезет вигли. А 200 баксов для золотой карты невелика потеря. На западе Маврикия можно увидеть очень странную картину. Поначалу кажется, будто маврикийцы дружно вышли на субботник по уборке снега. На самом деле так выглядит соль. Пойду гляну поближе. Весь процесс выглядит так. Специальным насосом океанскую воду закачивают в резервуары. Они многоуровневые. В верхних вода отстаивается и очищается от загрязнений. Затем чистая соляная вода спускается в нижние бассейны. Там она испаряется. И в нишах остается только чистая соль. В начале нужно соскрести соль с помощью лопаты. Соль очень плотно въелась в камни. Затем огромной щеткой собирают соль в одну большую кучу. Действительно такое ощущение, что я снег собираю. Сначала лед дробил, а теперь снег собираю. Осталось пересыпать соль в огромный таз. Водрузить на голову и перетащить на склад. Вы только посмотрите, как легко это делают маврикийские женщины. Тяжело, блин. Не мужской это труд. Здесь соль просушивают, пакуют в огромные мешки и отправляют на заводы. Для очистки и расфасовки. У маврикийцев есть национальный танец. Сега. Это танец африканских рабов. После тяжелой работы на плантациях, чтобы расслабить, они танцевали. Вот так. В Сега рабы танцевали свою работу. Все движения простые и взятые из жизни. Например, вот тут будто стирают белье. А теперь развешивают его сушиться. Инструменты для танцев Сега очень простые. И подсказанные маврикийцам с самой природой. Треугольник напоминает звук мачете на плантациях. Раван – традиционный африканский барабан. Ну а мараван – это шум океанского прибоя. Тихий шелест волн. Маврикия окружает уникальный океан. У берега никогда не бывает больших волн. Их разбивают коралловые рифы, которыми окружен почти весь остров. Все вечера маврикийцы проводят на пляже. Кинесосин разбивает палатки и устраивает пикники, любые с золотыми закатами. Кстати, все пляжи на острове – общественные. И на многие из них местные заезжают прямо на машины. Где-то тут сегодня за ночью и я. Для маврикийцев Сега – это танец свободы и желания. Главное правило – побольше вилять бедрами. Вводить плечами и женственно крутить кистьями рук. В общем, всячески заигрывать с партнером. Столько страсти, любви и свободы в этом танце. Но при этом партнеры и партнерши не прикасаются вообще. Это какое-то веселое безумие. Под такую музыку невозможно устоять на месте. На самом деле, вещь танец состоит в том, чтобы просто мотать юбкой. Сега не просто яркая туристическая замануха. А очень даже живой современный танец. Без него не обходится ни одна маврикийская пьянка. Ритмы Сега отбивают всем, что под рукой. Кто-то специально приносит барабаны. Ну а у кого-то в ход идут бутылки из-под рома и ладоши. Такой чудный вечер. Пора спать. Музыка 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 Спокойной ночи. Музыка Сегодня я буду ночевать в отличном пятиместном номере с видом на море. А надоест море, перепаркуйся, будет вид на горы. Спокойной ночи. Не привык спать в машинах. Доброе утро. Как же здесь все-таки неудобно спать. Музыка 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 Каждый маврикийский рыбак спешит выйти в море еще до рассвета, чтобы первым занять проверенные рыбные места и раньше других продать улов на базары или в ресторанах. Музыка 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 Только, на самом деле, было бы удивительно, если будет неожиданно. У него оказался еще один гидрокостюм, причем моего размера. Ну, хоть рыбак покараблю. Хорошо, 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 да. Не так хорошо, как если я буду ходить с тобой, но это хорошо. Доброе утро. Прям очень доброе. Утро богачей начинается с завтрака на берегу Индийского океана. На самом деле, обстановочка так расслабляет, что хочется целый день лежать на пляже. Но я, по-моему, на Ваверике единственный турист, у которого активный отдых. Поэтому... Пошла, пошла. И свой идеальный день я продолжу на яхте. Ох! Это не просто морская прогулка. Мы плывем кое-кому в гости. Боже мой, вода прозрачная. Веррия, вода прозрачная. Что у меня здесь? Доброе утро. Я устал стоять на шухере. Я хочу действовать. Я могу попробовать, да? Я могу попробовать. Да, круто. Охотиться под водой очень сложно. Свет преломляется, и ты вообще не чувствуешь реальных расстояний или размеров. Стрелять приходится вслепую. Но, кажется, у меня получается. Это хороший рыб? Мы можем его съесть? Друзья, когда будете пользоваться гарпуном, никогда не ставьте руку на верхнюю часть. Как долбанет резинкой по пальцу, будете жалеть, вот как я сейчас. Ну вот, рыбак мной доволен. Ну а лучше даже не пытаться так охотиться. Только потом я узнал, что на Маврикии это считается незаконным. Так что мой новый друг оказался обычным браконьером. Именно поэтому мы не будем показывать его лицо. Смотрите, дельфины! 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 Представляете, как есть? Каждый день туристы со всего юго-запада Маврикия приплывают посмотреть на дельфинов. Точного места, где они будут, заранее никто не знает, поэтому за стаей тщательно следят. Развлечение очень простое. Как только видишь дельфинов, быстро прыгаешь в воду. И если посчастливиться, плывешь с ними бок о бок. Их там столько! Их там целая куча! Дельфины подплывают так близко, что кажется вот-вот дотянешься рукой. Но они будто дразнят тебя и всякий раз уплывают дальше и дальше. Дельфины! Постойте! Ну куда же вы? Как только стая уплывает, туристы быстро прыгают в лодке и снова мчатся за ней. Друзья, сейчас я вам покажу такой пляж, которого вы еще не видели на Маврикию. На юге Маврики нет королевого рифа. Только тут можно увидеть настоящую необузданную мощь и силу Индийского океана. Волны высотой в несколько метров неумолимо несутся к берегу. Укрывают огромные каменные валуны. И уже через мгновение становится густой белой пеной. Обожаю места, в которых чувствуешь себя на краю света. Дальше только Антарктика. Академия лет. На смену войну приходит мир. И только наша традиция заменяется никогда. Снова Орел и Решка прячут для вас 100 долларов на магнитный. За бутылкой отправляйтесь в Порт-Луи. Там отыщите музей истории природы. Справа от него сверните на улицу Пудри-Эр. У ограждения городского парка есть огромный баньян. В его корнях и спрятан клад. Все. На удачу. Маврикия – это красочная природа. Захватывающий аттракцион. Смотрите, человек просто ушел в никуда. Это просто невероятно. Это совсем другая Африка. Кошечка. И полоски белоснежных пляжей, где так приятно встречать закаты. И вы хотите сказать, что на Маврикии отменили рабство? Тяжело, блин. Не мужской это труд. Здравствуй. Блин, ты все не представляешь. Я так время хорошо провела. Я же думала, что Маврикии – это, ну, пляжи-гостиницы. Это пляжи-гостиницы. И ничего нового. Ленивый отдых. А тут, оказывается, столько развлечений, столько активитис. Я не ожидала. А тебе как? Мне классно. У меня была сахарная плантация. Дорога. Солевые фирмы. Дорога. Порт-Луи. Дорога. 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 Аэропорт. Так что, может быть, снова в дорогу? Только ты за рулем. Вот, думаю, он будет поехать. Ну, и сдадут порулить. Кстати, какой здесь? Правосторонний или левосторонний? Здесь левосторонний.